Здравствуйте! Это наш Новосибирск Диалог и я Вячеслав Горчаков. Информацию обо всех граффити Новосибирска скоро можно будет увидеть в периодическом издании. Над первым выпуском сейчас завершают работу. Создатели своеобразного справочника стрит-арта уверены, так любителям уличного искусства и оригинальных фонов для фотографий будет гораздо проще сориентироваться. Их помощь, кстати, пригодится при составлении каталога. Подробнее о проекте говорим с представителем молодежного центра «Альтаир» Яной Довгаль. Яна, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Знаете, вспоминаю ситуацию, когда, в принципе, нужен какой-то справочник. Ну, допустим, в неком городе очень много учреждений, чтобы это систематизировать, нужен некий справочник, некий каталог. Неужели у нас со стрит-артом Новосибирска происходит сейчас та же история? Этих точек так много, что их нужно объединить на каком-то одном ресурсе. У нас вообще очень стремительный рост стрит-арта в городе, потому что к нему по-другому стали относиться и власти, и горожане. Поменялось, в принципе, отношение к стрит-арту. Он стал более свободный, соответственно, и больше работ появляется, как легальных, так и нелегальных. И пару лет назад у стрит-арт-художников города Новосибирска совместно с Двагисом был вообще проект, когда они создали целый граффити-слой на карте. И мы решили, что нужно это все каталогизировать, все это собрать в какое-то одно место, где можно посмотреть все разнообразие сибирского стрит-арта, который расположен на территории города Новосибирска. И вот тогда появилась идея выпустить настоящий граффити-каталог. Хотя по факту это будет периодическое издание, которое будет пока в наших планах выходить раз в полгода. Если он будет пользоваться популярностью и спросом, возможно, это будет выходить чуть чаще, возможно, раз в сезон. И это будет прям журнал, который можно взять, открыть, полистать. И это будут не только яркие картинки, фотографии с улиц, но это будут еще статьи, это будет интервью с художниками либо людьми, без которых стрит-арт не случился. Вот, например, будет такой спойлер. В первом граффити-каталоге выйдет интервью с человеком, который открыл первый граффити-магазин в Новосибирске в начале 2000-х. То есть без него культура здесь бы, наверное, не развивалась. Но при этом не только печатная версия будет, да? Да, будет еще онлайн-версия. Пока над форматом онлайн-версии мы думаем. Во-первых, это будет, естественно, бесплатный каталог, который может горожанин получить в определенном месте. И мы думаем о том, что он будет располагаться в библиотеках и в открытых пространствах города Новосибирска, которых тоже достаточное количество благодаря работе молодежной политики. А вот адреса там будут, локации? Да, там, то есть есть, каждая картинка, которая там будет расположена, она будет обязательно с локацией, чтобы посмотреть, где это расположено. Плюс в центральном развороте этого каталога каждый выпуск будет разный граффити-маршрут, так называемый. То есть можно будет открыть этот разворот, встать в точку А, как красная линия у нас в центре города, будет такая же линия по граффити-маршруту в городе Новосибирске. И на левом берегу, и на правом берегу. То есть каждый выпуск это какой-то интересной локации, интересный маршрут, чтобы и самому походить, или, возможно, там, гостей города проводить и показать им, что такое сибирский стрит-арт. Но ведь это, наверное, очень большой пласт информации, с которой пришлось работать. Как вы это все сводили? Этот каталог создается силами горожан, художников и курируется центром молодежи Аль-Таир. Мы бросили в социальных сетях клич, так называемый, что мы собираем фотографии и локации интересных граффити в городе Новосибирске. Мы специально создали почту, на которой мы аккумулируем все вот эти вот фотографии, и нам присылают работы. Художники присылают работы своей и своих друзей. Граффити-хантеры. Есть прям специальное такое название людей, которые охотятся за граффити. И вот граффити-хантеры тоже присылают нам, потому что они вот как раз те люди, которые успевают сфотографировать стрит-арт, пока его не закрасят. А там есть и места, которые мало знакомы, да? Есть те, которые вот как раз присылали нам граффити-хантеры, о которых не каждый знает. Но при этом, если ты в своем районе идешь, завернешь за угол, и ты сможешь увидеть граффити, но никогда на него не обращал внимания. Давайте сейчас эксперимент проведем. Покажем фотографии граффити, которые войдут в каталог. Я попытаюсь определить, где это находится, да? Насколько это редкие места для фотосъемки. Это, если не ошибаюсь, Северяков-Гвардейцев. Да. Спортивная площадка. Да, все правильно. Вы знали об этом месте сами или вам подсказали? Я ввиду того, что житель левого берега, я знакома с этим граффити. Но я думаю, когда ты постоянно ходишь на правом, возможно, ты о нем даже не догадываешься. Хотя работают вот в этом дворике очень классные, как легальные, так и нелегальные. Вот еще работа. Это какой-то молодежный центр, по-моему, да? Где-то в спальном районе. Да, это стена молодежного центра. Он находится, ну, не совсем спальный район, но на улице Кошурникова, недалеко от Березовой рощи. То есть, когда ты едешь по улице Кошурникова, это видно. Так, а это где-то в Первомайском сквере, да? Ну, вот это как раз то граффити, которое нужно зайти во двор, чтобы его увидеть. Это трансформаторная будка на Демьяна Бедного. То есть, это, ну, относительный центр, да, недалеко от станции метро Покрышкино. Яна, вот, кстати, каким-то образом вы будете отсеивать граффити, который не представляет некую культурную ценность на взгляд организаторов, на взгляд составителей вот этого периодического издания? Нельзя назвать граффити и стрит-арт красивым или некрасивым. Это же все субъективно. Но мы будем стараться собирать номера по какой-то тематике все-таки. Туда будут попадать и шрифты, ну, классическое шрифтовое граффити, и вот такое там стрит-арт, портреты, какие-то абстракции. Потому что мы хотим показать через эти каталоги разнообразие стрит-арта и граффити. И мы хотим показать, что шрифтовое граффити – это тоже искусство, потому что, собственно, с него все и начиналось. Ну, это знакомая очень работа. По-моему, это мурал где-то, опять же, в районе площади Ленина. Нет, это двор на Романово-23. Эта работа была создана в рамках фестиваля «Окрашено». Это коллаборация сразу нескольких вот как раз граффитистов классических, которые сделали здесь своих персонажей и шрифты. И вот в одной цветовой гамме родилась такая всеобщая коллаборация. Это как раз рядом с пространством арт-ель. Да, все правильно. Ну, это ваша гордость. Поезд метро недавно раскрашенный граффитчиками, да? Надеемся, что этот поезд станет отправной точкой, когда мы сможем сделать наш метрополитен намного ярче, что он будет только первый в серии, как это случилось с трамваями. И не придется ловить граффити-поезд, а все они будут яркие, классные. Можно будет, стоя на станции в течение получаса, поймать несколько поездов. И выбирать себе поезд под настроение. Да. Ну, это хорошо знакомая работа во дворах, по-моему, на Фрунзе, да? Да, Фрунзе 5 – это то, с чего начинался фестиваль «Окрашено». Мы там сделали целый музей под открытым небом, и это работа трех художниц – Марины Ягоды, Айгуль Лаку и Алена Катаны. Вот эта работа «Вчера, сегодня, завтра» называется. Вот это не знаю. Это будка в центральном парке. А, то есть она на виду у всех, да? Да, она на виду у всех, но ее очень редко замечают, потому что она как бы стоит с краю центрального парка, но если идти по улице вдоль забора, ее прекрасно видно как со стороны парка, так и со стороны улицы. Ну, это будка в виде пломбира, наверное, где-то рядом с центром. Кажется, я ее видел. Это работа «Ивана Ягоды», и она находится недалеко от театра «Глобус». Вот этот сквер в театре «Глобус», и он стоит. Сейчас он, конечно, выглядит не так ярко, как на этой фотографии, просто как раз недавно художник Иван Ягода рассказывал историю этого пломбира в своем инстаграме и показывал вот это, что происходит с годами со стрит-артом, который никак не трогается, но на него влияют как раз погодные условия. Тает, как пломбир практически. Да. Яна, а как вы думаете, можно ли считать само издание о граффити некой красной книгой уличного искусства, попыткой защитить его от вандализма, чтобы не исчезли вот эти экземпляры, ставшие уже до спецназа? Да, по факту это одна из задач вот этого каталога, потому что мы сейчас собираем работы, которые... То есть нам присылают работы из 2008 года, 2011, которых уже не существует, а они существуют только на жестких дисках у художников, либо там хантеров или друзей этих художников. И чтобы дать возможность городу увидеть работы, которых уже не существует, или которые исчезнут в ближайшее время, как раз появляется вот такой каталог. Хочется уже полистать. Думаю, скоро представится такая возможность. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. А я напомню о том, как будет выглядеть первый в Новосибирске каталог граффити и зачем он нужен, мы говорили с представителем молодежного центра «Альтаир» Яны Довгаль. Это был наш «Новосибирский диалог». Давайте привнесем свою жизнь ярких красок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова